Триумф пермской карикатуры. Работа прикамского художника Алексея Кивокурцева на злободневную тему коронавирус получила десяток наград на международных конкурсах и едва не сделала автора долларовым миллионером. В мастерской карикатуриста побывала наша съемочная группа. Репортаж из испанской тюрьмы. Видеохроника последней зарубежной поездки Алексея. Тогда, в 2019-м, накануне мирового локдауна, он был единственным русским художником, рисовавшим шаржи на заключенных в рамках благотворительной акции. В 2020-м, говорит Алексей, несмотря на закрытые границы, конкурсов и акций стало намного больше, но уже в дистанционном формате. Естественно, главным объектом юморотерапии стал коронавирус и режим ограничений, связанный с ним. У этой работы нет названия, так принято в мире карикатуры. Но есть идея, понятная теперь всему миру. У меня такая родилась идея, что полиция будет бегать вот за этими людьми, которые без маски, потому что их очень было много в какой-то момент, да, а за самими преступниками они, ну, как бы это, ну, то есть им некогда будет за ними бегать. Вот. И вот родилась такая вот картинка, такая идея. И эта картинка, она прошла вот как бы по конкурсам, ну, по всей Европе, по Америке и так далее, и везде ее отмечали. На счету этой карикатуры семь первых призов, два третьих, одно гран-при. Настоящий фурор она произвела в Индонезии и даже сделала автора миллионером по местным меркам. По условиям индонезийского конкурса победителю причиталась сумма с шестью нолями. Как рассказывает Алексей, он испытал бурю эмоций, когда на электронную почту пришло уведомление о победе. Но пересчитав призовой фонд в рубли, понял, что полученный заморский капитал не так уж и велик. Я решил, что и я. Я уже там, такие вот, мечта такая была, я думаю, что бы купить, как бы потратить. Я же миллионером стал. Это было шикарно. Вот. Но шикарно до времени. А курс вообще какой-то безбашенный. В общем, ну, 400 с чем-то рублей в переводе обозначает. Всего за год пандемии Алексей получил более полутора десятков наград. Но самым приятным достижением своих работ считает их участие в благотворительных выставках. К примеру, прививку пермского антиковидного юмора скоро получат жители Германии. В экспозиции, которую провезут по городам этого государства, войдет и карикатура Алексея Кивокурцева. Татьяна Овсянникова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.